друзья приветствую вас утренний обзор давайте рассмотрим основные события которые происходят и что ожидается предполагается какие движения по нефти доллару рублю евро золоту сегодня на открытии площадок давайте начнем с календаря событий по японии вышла позитивная макроэкономическая статистика это вполне укладывается в кону о том что азия является драйвером восстановление экономики после эпидемии ну из существенных событий сегодня разве что ежемесячный отчет опек но и самое главное ключевое событие это то что сегодня собирается коллеги выборщиков и они окончательно назовут имя и фамилия американского президента давайте на секундочку к америке перейдем но там произошел взлом каких-то компьютерных программ баз данных американских госструктур и уже в этом событии подозревают россию здесь есть два ключевых момента но во-первых сейчас планируется все-таки какое-то введение санкции в отношении российской федерации это будет чуть позже после инаугурации но тем не менее материал я так понимаю собирают уже сейчас второй момент когда произошло данное событие оно произошло во время обновления программы баз данных microsoft на самом деле если падает что-то какой-то продукт microsoft я бы тут сразу про хакеров говорить не начинал потому что может быть они просто упали сами по себе в результате обновлений что бывает весьма и весьма часто так но стоило нефти на полтинник сходить сразу пошли вот такие интересные заголовки сакса банк прогнозирует значительный рост цен на не в 2021 году но вот опять же открывая данную статью я не вижу где здесь сакса банк прогнозирует значительный рост на нефть 2021 году я здесь вижу только о том что будущем году будут торговаться в диапазоне 40-60 про значительный рост цен я здесь информации не обнаружили обнаружил что значительный рост цен был ранее прогноз на 2020 год вот но никак не значительный рост цен но текущая цена на нефть колеблется около 50 в принципе 40 60 диапазон вполне как бы реализует может быть даже короткий задерк на 80 и 94 но и сразу вместе с нефтью и вес банк банкер опять же сакса банка видит потенциал укрепления рубля до 65 66 рублей за доллар я здесь хотел обратить внимание что как меняется сантимент вообще людей и средств массовой информации как только начинается движение то есть нефть подошла к 50 долларов за баррель сразу заголовки о том что значительно укрепиться хотя там общем-то информации в этой статье о том что значительно укрепиться нету вот это же самое касательно нефти уточнее даже большей степени это нефти касается потому что прогнозирую значительный рост цен на нефть и диапазон 4060 но какой здесь значительный рост уже как бы 50 а диапазон 4060 вполне реалистичны потому как ниже 40 долларов по бренду за баррель это невыгодно производителям в среднем большинству производителям и диапазон 4060 но скажем так минимум 37-42 вполне может реализоваться в том случае если к вид отступит из-за естественного спада заболеваемости или введением вакцин текущая ситуация с к вид новые случаи продолжают нарастать соединенных штатов штатах и россии но это общем то две ключевые страны которые нас наибольшей степени интересует потому что америка это прокси на мировую экономику россии но мы здесь живем вот ситуация пока не улучшается и мало того появляются прогнозы о том что новый год рождество вот эти праздники люди будут активно перемещаться и возможен новый всплеск то что касается спроса на нефть на текущий момент уже пошло падение перевозками супер танкеров нефти в китай поскольку китай это основной центр восстановления на текущий момент мировой экономики то то что меньше танкеров идет китай может спровоцировать корректирующий откат по нефти и на текущий момент также не восстановились авиаперелеты мировые то есть они составляют 60 процентов от прошлогодних результатов да есть определенные на метке то что тренд сейчас восстанавливается но если развивается вторая третья волна к вида то мы увидим опять просадку по авиаперелетом авиаперелеты это тоже спрос на нефть один из ключевых факторов влияющих на потребление нефти потому что здесь достаточно сложное влияние идет помимо расходования авиакеросина который из нефти получается перемещение людей по миру она вызывает энергетическое увеличение потребления энергии нефти продуктов там достаточно сложная зависимость и поэтому такое падение авиаперелетов указывает на то что ну спрос на нефти продукты он упал и на текущий момент он стагнирует наступающая неделя будет неделей центробанков вот здесь на картинке проведено какие центробанки когда будут в какой день недели принимать решение относительно монетарных условий и процентных ставок но и возвращаясь к ценам на нефть выделение помощи со стороны центральных банков текущее выделение денежных средств виде различных инструментов это что предполагается на 21 на 22 год по мнению того же джипи морган моргана значительно поддержит экономику и будет стимулировать рост цен на нефть и другие ресурсы но здесь опять же я вот воскресенье выпустил видео обзор по поводу гиперинфляции то есть вот это выделение денежных средств виде различных инструментов она в какой-то момент может привести к тому что эти денежные средства перестанут работать и в определенный момент резко возникнет сначала галопирующей инфляции потом гиперинфляции это звучит очень фантастически очень вероятно на подобные процессы они протекают крайне внезапно и мы с вами в марте видели пример что бывает когда определенная разбалансировка наступает кризис ликвидности и все рушится вот есть что такая точка зрения что исходя из стоимости индекса американского золоте в ближайший год-два произойдет значительное падение цены более чем в два раза это кстати один из сценариев как путем так называемого сжигание капитала можно устранить перекосы в экономике и перепроизводство которое возникло так друзья давайте перейдем к анализу графиков вот в telegram выкладывал пост по поводу анализа 100 сфтси и позиции на фарсе мвб сейчас к этому вопросу возвращаться не будет не будем если кому-то интересно можете почитать можете посмотреть видео на этот счет давайте начнем с китая прошлую неделю китайский индекс и и рынок хорошо попадал сейчас идет попытка восстановления отскока касательно китайского индекса я думаю следующая сценарий будет реализован на этой неделе если мы на этой неделе не идем пробивать 4830 вот сюда вот это значение то весьма вероятно что мы на этой или следующей неделе получим от текущих значений отскок и цель этого отскока будет движение на пять тысяч семьдесят пять тысяч восемьдесят вот сюда вот в этот диапазон так далее индекс доллара но индекс доллара находится в консолидации и текущее движение указывает на то что сегодня весьма вероятно будем тестировать вот этот локальный минимум это 90 целых сорок семьсотых если такое движение сейчас получает развитие это позитив для евро нефти и это риском то есть позитив для российского фондового рынка так далее среди на американский фьючерс снг 500 дневной таймфрейм но здесь мы видим по аналогию с китаем то есть открылись гэпом восстанавливаем падение которое было на прошлой неделе на текущий момент времени здесь идет консолидация на хая окончании консолидации и разворот движение вниз я думаю будет происходить если произойдет пробитие вот этого диапазона и будет окончательно пробит уровень 3550 если такое движение состоится то можно сказать что вот этот рост он закончен и весьма вероятно пойдет ощутимая просадка на текущий момент времени состояния неопределенности надо понаблюдать посмотреть как будут развиваться сегодня события но я думаю высока вероятность того что все-таки движение еще повторное с целью сходить на 3716 она повторится и уже далее по факту этого движения здесь наиболее вероятно будет двойная вершины коррекционный откат так далее нефть недельный таймфрейм но здесь все отлично все прекрасно закрылись выше 50 соответственно дает высокую вероятность того что движение продолжится в диапазоне 5056 на текущий момент времени у нас идет движение вверх цель этого движения переписать вот этот максимум 51,1 данный данное движение будет либо нивелировано либо значительно отложено в том случае если сейчас сегодня произойдет коррекционный откат и будет пробитие 49 и 7 49 и 6 вот это некий диапазон пробитие которого придет тому что вот это все движение оно будет сломано и перейдет в проторговку длительную или начнет коррекционный откат вот но пока на коррекционный откат по основании не наблюдается скорее всего будет просто длительная проторговка так далее золото часовой таймфрейм по золоту сейчас идет движение вниз но это движение вниз я думаю вероятно она будет консолидироваться в районе 1833 51836 и здесь по факту набора позиции мы наверное я так предполагаю сегодня увидим отскок и цель этого отскока будет 1844 1845 если пойдет пробой этого диапазона то золото уходит вниз тестировать сильный уровень точнее диапазон под ним 1826 1830 если этот диапазон пробивается ли она начинает здесь торговаться несколько часов в этой ситуации наиболее вероятно но и останется торговаться в диапазоне 1830 1821 вот здесь вот так далее евро доллар но здесь идет движение на то чтобы переписать локальный хай 1 целый 2178 и наиболее вероятно сегодня мы такое движение и получим и здесь будет либо коррекционный откат либо закрепиться и уже на этой неделе пойдет движение с целью отработать 1 235 тысячных вот в каком случае сейчас вот этого роста энергичного не будет если сейчас происходит откат и будет тестироваться на целый 2060 вот в этой ситуации мы увидим либо длительную проторговку этом диапазоне либо дальнейшее снижение на одну целую две десятых далее рубль-доллар часовой таймфрейм здесь у нас развивается с утра наиболее вероятно движение с целью потестить вот этот диапазон 72 85 72 и 8 и случае его пробития на объеме идет движение цель которого 72 и 472 и 5 в том случае если не будет вот этот диапазон с утра пробит то весьма вероятно мы увидим движение наверх с целью пробить 73 15 и сходить вот сюда вот в этот диапазон 73 и 373 и 4 далее евро рубль здесь у нас получается двойной донышко нарисовалась на часовом таймфрейме евро евро рубль часовой таймфрейм тумору котировка соответственно у нас либо сразу на открытие идет отсюда отбой и движение цель которого потестить 88 6 и случае пробития отскочить на 88 81 или же если здесь возникает пробой то мы прямо с утра пойдем на 88 так друзья но все это основные активы спасибо за внимание